В странстве, где мы с вами находимся, где мы с вами живем и пребываем. И сегодня будет тема нашего эфира – очищение личного пространства от негативных энергий. Сегодня мы, Звекиа, расскажем вам о том, как загрязненные энергии пространства влияют на нашу жизнь, как наши собственные энергии влияют на пространство, ведь мы тоже влияем на наше пространство. Это нужно понимать, какие энергии мы должны излучать, чтобы в пространстве все было замечательно. И вообще, что такое чистка пространства, как мы этим занимаемся в школе, у нас прям отдельный модуль для этого чистка пространства, потому что это действительно очень важная тема в нашей жизни, цели этих чистых способов, как мы это делаем, такими методами. И, конечно, ответим на ваши вопросы. Клуб возник от потребностей, запросов наших еще не совсем студентов, люди, которые хотят к нам в школу, но пишут постоянно очень много вопросов относительно «А вдруг у меня не получится?», «А вот если это вообще не мое и так далее?», то есть мне нужно сначала какой-то, скажем, немножко уверенности, чтобы сделать этот первый шаг. Так как мы уверены в том, что программа школы действительно получается практически у всех, у нас нет студентов, у которых что-то бы не получилось. Может быть, какие-то вещи еще доходят, у меня самой, например, школа была только, когда мы еще учились совершенно вот три недели, то есть сейчас вот курс продлен уже на полтора месяца, а вот Луиза не даст соврать, мы учились три недели, у нас было голову по Европам, но мы находили время, мы брали какие-то дополнительные выходные дни на работе, чтобы прийти, сделать домашнее задание, успеть на урок, подготовиться, потому что это были такие невероятные три недели. И вот именно отвечая на вопросы наших слушателей, скажем, тех, кто состоит в нашей группе в Телеграме, кто не знаком еще с Тонким миром, возникает очень много вопросов. И вот это именно клуб для тех, кто хочет соприкоснуться, посмотреть, действительно ли его, получится ли он раскрыть свои природные способности, потому что, как говорит Никита, и как мы убеждаемся из потока в поток, у всех нас есть эти способности, просто они не раскрыты. Мы не умеем, настолько привыкли жить в материальном мире, что нам очень сложно перенастраиваться на тонкий план. Вот, и раскрыть все свои возможности именно здесь, в нашем клубе, мы даем возможность проходить через определенные практики, которые проходят в клубе, затрагивая определенные темы, после которых возникают у вас вопросы, на которые мы отвечаем. Вот, именно показать наши врожденные способности и видеть Тонкий мир, соприкоснуться с ним, понять его, понять, что он намного ближе, чем мы представляем. То есть даже если мы о нем ничего не знаем, если мы даже не представляем, что мы в нем находим, мы все равно в нем находимся, и мы все равно живем по этим правилам. Ведение в Тонкий мир, да, мы каждый, каждый наш выпуск с Луизой касаемся темы, которые освещаются в наших программах нашей школы, мы их более детально для вас приоткрываем завесу, показываем, для чего эти темы нужны, как мы используем их в обычной жизни. Именно в нашей практике рассчитаны на то, чтобы показать, насколько мы чувствительные на самом деле. Стоит нам чуть-чуть отойти от материального мира, как мы погружаемся в себя, а через себя, потому что именно мы сами являемся порталом, входом. Это не где-то на стороне, этот выход внутри нас. И вот именно прикоснуться к этому, услышать свой внутренний голос, прикоснуться с нашими, скажем, энергиями, которые транслируют все наше состояние во внешний мир, да, вот в этот Тонкий мир. Именно вот здесь, в нашем клубе, мы потихонечку начинаем работать именно с этими практиками. И через способности видения Тонкого мира понять законы мироздания, свободы воли, кармы, судьбы, мы все это обсуждали. Если вы нас смотрите впервые, я вам советую посмотреть наши первые выпуски. Там мы эти темы обсуждаем и вступить в наш клуб. Я расскажу, как это сделать чуть позже. Это даст возможность вам практиковать даже в записи те самые практики, которые мы делаем в нашей закрытой группе. После каждой трансляции на Ютубе, после ответов на вопросы с чата, мы переходим в нашу закрытую группу и проводим определенные медитации. Определенные медитации делаем, определенные программы, то есть раскрываем определенные темы, которые проходим на курсе и так далее. Может быть, следующий слайд. Ценности. Ценности. На самом деле, это не только ценности нашего клуба, это вообще в целом потребности того времени, в котором мы живем. Осознанность. Это очень важно. Осознанность. Очень часто мы сталкиваемся с этим модным словом. На самом деле, она просто сейчас у всех на устах. Мы говорим об осознанности. Что же это такое? Это когда есть понимание того, что с тобой происходит. И каждые твои действия, каждые твои эмоции, каждые твои мысли имеют отражение в нашей физической жизни. Из-за чего это происходит? Почему это так происходит? Потому что многие люди приходят, пишут нам, у нас бывают с Луизой различные разборы жизненных ситуаций. И именно когда человек осознает, что все, что в его жизни происходит, происходит именно из того, что он транслирует. А когда он начинает осознанно понимать, что происходит, у жизни человека меняется. Что если я вот сейчас буду эмоционировать, очень много энергии у меня сольется. И я буду в каком-то период нересурсном состоянии, это будет отражаться на моей личной жизни, это будет отражаться на моей карьере. Я потеряю определенный интерес, ресурс, и я не смогу добиваться того, что мне действительно нужно. Взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Потому что на самом деле очень часто мы привыкли перекидывать ответственность за происходящее в нашей жизни на кого-то. То есть это могут быть какие-то люди, сказал, не сделал, обещал, не сделал. Это могут быть какие-то события, которые приводят. Но на самом деле окружение наше выбираем. Мы выбираем то, что кому-то доверять, кому-то не доверять. Кого-то подпускать себе близко, кого-то не подпускать. Это все ответственность за наш выбор. Она лежит на нас. То есть не нужно... И это не хорошо, и не плохо. Это просто надо принимать как есть, как должность. И не искать ответы на вопросы на стороне, что почему ты так сделал, почему это произошло именно со мной. А для чего это произошло? Потому что любая ситуация в нашей жизни, она нас чему-то учит. И когда мы хорошо учимся, мы переходим уже на другой уровень. Стремление к развитию. К нашему клубу обычно примыкают люди, которые действительно хотят развиваться. Развиваться не то, как можно сейчас в наше время, скажем, в материальном мире, а именно в духовно развиваться. Находить свой путь. Потому что каждый пришедший к нам студент или вообще слушатель, он индивидуальный. У каждого своя дорога. Просто клуб и в дальнейшем школа, она дает возможность понять, какая из них твоя. Вот что тебе откликается. И нет ни одной похожей ситуации, идентичной. У всех все разное. Работа над собой. Безусловно, мы на протяжении всей нашей жизни начинаем работать над собой. То есть даже в школе, когда мы делаем, пишем диктанты или делаем какие-то контрольные работы, нас учат работать над ошибками. Что это нам дает? Это нам дает опыт. Сейчас ты проработаешь, ты поймешь, в чем твоя ошибка, ты больше ее не будешь совершать. Следующая контрольная работа, у тебя будет балл выше. То же самое и работа над собой. Улучшение. Мы постоянно стремимся не быть на кого-то похожим, а быть лучшей версией себя. То есть мы всегда должны конкуренцией быть с собой. Потому что другой человек, это другой человек, дива какая-то, успешный бизнесмен. Это его судьба. Это его карма. Это его плод, его, скажем, деятельности. Мы все индивидуальны. И мы всегда должны стремиться быть лучшей версией себя. Эта конкуренция должна быть исключительно с самим собой. Я вчера, я сегодня, я завтра. Также мы получаем возможность работать со школой. Возможно, как у нас с Луизой. Мы когда-то были студентами, сейчас мы здесь. Когда-то я как и вы сидела по ту сторону экрана, слушала Никиту. И восхищалась тем, что он говорит. И никогда не думала, что я когда-то могу оказаться вообще по эту сторону экрана. И это на самом деле сотрудничество. Да, потому что наша школа действительно предлагает сотрудничество первым долгом своим выпускникам. Потому что это люди, которые уже знают школу изнутри. Они пропитаны вот этой, скажем, энергией школы, позитивом школы. И первостепенно мы даем предпочтение нашим студентам. То есть это наши кураторы, наши бывшие студенты. Работники даже каких-то проектов. Даже порой это могут быть продюсеры, работники отдела продаж. Именно те, которые вкусили все это. Поэтому возможность работать и сотрудничать со школой. Даже очень часто бывает, только приходят студенты и говорят, мы хотим быть куратором. Я говорю, ну если хотите, действительно хотите, обязательно будете. И вот у нас сейчас есть одна из кураторов. Когда-то была студенткой, и она говорила, как она пришла, она первая сказала. А я смогу быть куратором? Вот сейчас она вип-куратор нашей школы. Потому что на самом деле нас двигают, нами двигают наши истинные желания. Это именно для того, чтобы поставить себе цель и достигнуть ее в экологичном аспекте. То есть вот есть экология. Это я делаю для души. Потому что, да, и почему бы и нет. Это, скажем, это мое хобби, которое приносит мне дополнительный заработок. Я очень счастлива этому. Потому что даже вот когда я беру себе выходной, скажем так, или я беру себе отпуск, я понимаю, что мне очень не хватает школы. Потому что это моя душа, но мне здесь интересно. Я здесь в группу своих единомышленников. И это на самом деле сейчас в это время дорогого стоит. Вот признание уникальности пути каждого. Вот это именно о том, о чем я вам говорила до этого. То есть каждый студент, который к нам приходит, он приходит или со своими знаниями, которые он уже практикует в различных сферах и так далее. То есть добавляя этот инструментарий, который мы даем в школе, он действительно выходит на другой уровень. Потому что у него дополнительные моменты есть, которые очень сильно влияют на его профессионализм и рост. То же самое, как вот я беру себя, например. У меня не было никакой до этого связки с эзотерикой. То есть я никогда ее не практиковала, даже никогда не сталкивалась с такими людьми, которые этим занимаются. Да, можете сказать, как так может быть? Это же настолько распространено. Ну, так вот у меня получилось. Я была чересчур материальна. Жила в таком, скажем, логичном мире финансов, бизнеса и так далее. Вот. Но это что мне дало? На самом деле это не говорило о том, что у меня нету способностей. Они были, просто я ими не пользовалась. Или даже если они как-то проявлялись, я не придавала этому значения. Но вот моя уникальность стала мне... Вот я до этого думала, что у меня нет никаких талантов. Я не умею рисовать, я не умею петь. Я не умею играть на каких-то инструментах. Но оказалось, что у меня есть совершенно другие способности. Что они даже развивались вне зависимости от узная я их или нет. И школа именно послужила таким для меня индикатором. Она мне показала, какая я по ту сторону своего энергетического тела. То есть не как я выгляжу в зеркале, а как я выгляжу изнутри. Вот. И вот уникальность каждого из нас, она проявляется здесь. Это такая возможность посмотреть на свои сильные стороны. И если есть слабые стороны, сделать их тоже нашими сильными сторонами. Уважение, признание, свободы, выбора. Это вообще... Вот это вот и к осознанности, и к уникальности на самом деле. Признание, свободы, выбора каждого человека. То есть очень часто люди выбирают наши близкие, наши друзья. Выбирают что-то, что не состыковывается с нашей картиной мира. Но когда мы понимаем, что у каждой души свой путь, когда мы вот делаем регрессию в прошлой жизни, и смотрим, как душа доходит до того или иного момента, мы начинаем признавать, именно уважать то, что каждая душа выбирает свой путь. Она заранее приходит. Она проходит даже не всегда. Вот мы говорим, ну это же так глупо, человек так поступает. Он ударяется об эти грабли. А этот человек проходит свой опыт. От этого никуда не деться. Душа пришла получить этот опыт. Главная цель в жизни – это работа над собой. Мы каждый раз об этом говорим. Потому что человек приходит, он растет, он развивается. И вот, как я и говорила, должен становиться лучшей версией себя, конкурировать именно с собой. Мы каждый раз сталкиваемся с какими-то проблемами на жизненном пути. Обязательно, да, может быть, это травматичный опыт, но через травмы мы начинаем расти. Через какие-то… Когда нам хорошо, вот есть эта зона комфорта, на самом деле это такая болотистая местность, нам там хорошо, мы ленимся, мы, скажем, теряем вот такую вот способность развиваться, поэтому периодически нас из этой зоны комфорта выкидывают теми или иными обстоятельствами. Вот когда ты начинаешь развиваться в этих травмах, каких-то даже не совсем таких травматических, ну, скажем, дискомфортных моментах, мы начинаем двигаться, чтобы выйти из этого дискомфорта. И в таком моменте мы начинаем узнавать новое, мы начинаем пробовать что-то новое и постоянно развиваемся, самосовершенствованием занимаемся. Когда мы доходим до осознанности, мы уже сами не загоняем себя в это болото так мнимого комфорта. Мы понимаем, чтобы жить, надо расти. Жизнь – это движение, это не застой. Застой – это смерть. Ну, это я не в прямом смысле, а в переносном. Поэтому мы постоянно должны двигаться. Наша душа нуждается в постоянном развитии. И несмотря ни на что, даже когда происходит биологическое, скажем, время наше, физическое тело биологически, приходит ему время, да, как бы уже, наша душа все равно продолжает двигаться. Она проходит определенные уровни, она приходит на совет, там идет осмысление, и потом к ней следующее воплощение. Поэтому это постоянное движение. И вот это саморазвитие, работа над собой, она как в любом нашем виде, в нашей души требует этого от нас. И у нас есть замечательный курс самогипноза, который помогает. У нас есть мини-курс, о котором мы поговорим позже. И у нас есть основной курс гипноза и слиперства. Возможности наша школа дает разные. И по финансам, и по подготовке, и по самоуверенности. И можно будет следующий слайд. И я хочу передать слово Луизе, чтобы она рассказала вам сегодня нашу, скажем, такую самую замечательную тему сегодняшнего урока. Да, друзья, давайте все-таки поймем, насколько важно, в каком пространстве мы живем, энергетически насколько важно. Порой мы даже не подозреваем, что проснувшись утром у нас нет энергии. Бывает, что причина в том, что наше пространство загрязнено негативными энергиями. И, конечно, здесь нужно разбираться, откуда они пришли. Но если с высоты полета понимать, что действительно эти энергии есть, но пока мы не владеем этими инструментами, каким образом можно его очистить? Сегодня как раз мы будем делать эту практику. То есть большой слой негативной энергии вы сможете снять сами. Это важно. Это влияет на наше самочувствие. Это влияет на наше движение вперед, на какие-то, скажем так, желания вообще двигаться, жить, быть счастливыми, гармоничными и наполненными. Порой бывает так, что вроде бы мы все делаем правильно, все по плану, все по делу, достаточно дисциплинированно, а энергии нет. Либо зашкаливают какие-то негативные эмоции. И так наше пространство – это тоже источник нашей силы. И то, как мы к нему относимся, и как мы умеем его очищать и привносить туда позитивную, положительную энергию, зависит и наше здоровье, и наша счастливая, наполненная жизнь тоже. То есть понимаете, сколько источников мы должны в нашей жизни использовать и внедрять, чтобы все было чистенько, благоприятно и максимально легко. Я сейчас хочу вернуться быстро в чат. Ларисе сказать, что, Лариса, нашли вашу квитанцию. Вы к нам сейчас присоединитесь, вас добавят. И, друзья, все, кто в данный момент готов оплатить Клуб Трансформация, ссылка выше уже дана, мы вас прямо сейчас будем включать. И чтобы быстро вас найти, пожалуйста, напишите в наш телеграм-канал, прикрепите туда вашу квитанцию, чтобы мы вас быстро переподключили в наш Клуб. Кто хочет попасть на нашу практику сегодняшнюю. И давайте посмотрим, что наша плохая энергия, наполняющая наше жилое пространство, способна влиять не только на наши дела, но и разрушать нас, и разрушать наше здоровье. Мы даже иногда порой не понимаем, откуда берется у нас агрессия. Вроде бы все хорошо, все замечательно, но мы как спички буквально зажигаемся с полоборота. Иногда это зависит даже не от нас. Мысли негативные тоже порой зависят не от нас. То есть энергия, которая вокруг нас крутится, она действительно влияет на наше самочувствие, на то, насколько мы наполненными и счастливыми себя чувствуем. Но логически понять мы этого точно не сможем. Это можно понять только энергетически. И можно сразу следующий слайд. Вы, наверное, замечали в своем пространстве, что есть помещение или комната, где просто как-то некомфортно и неприятно находиться, и хочется оттуда уйти. Или наоборот, место, где хочется наоборот затаиться, посидеть, наполниться. И вот именно там вам хорошо. Значит, это ваш действительно чистый, хороший кусочек, там, где вы черпаете энергию. Потому что каждая, даже вещь в нашем пространстве, она энергетически наполнена. Вот элементарный там стул, диван, стол, то, к чему мы не придаем большого значения, это тоже энергия на самом деле. И та негативная энергия, которая поселилась в нашем доме, она, если поселилась, то она туда уже не уйдет. Ее надо вычищать, ее надо убирать. Ей действительно хорошо. И чтобы она подпитывалась, она вынуждает, подстрекает вас на эти негативные эмоции, энергии. На ваше бездействие она тоже влияет. На ваше плохое настроение тоже влияет. На плохую успеваемость детей в школе. То есть дети ночью вроде бы поспали, а проснулись разбиты, они не выспались. Потому что негативная тяжелая энергия. И от чего вообще зависит? Вот мы заселились, допустим, в чистую квартиру, в новую. Там никто до нас не жил. Но каким образом туда проникает эта негативная энергетика? На самом деле зачастую мы сами ее туда привносим. Любой своей негативной эмоцией где-то подхватили. Мы можем дома сэмоционировать, проявить какие-то агрессивные чувства. Все, энергия здесь выкрепилась. Она может быть пока еще маленькая. Но теперь она будет вас провоцировать, чтобы вы как можно чаще негативно эмоционировали. И тем самым она себя взращивает. И потом уже она начинает влиять на вас. Порой от того, что мы этого не знаем элементарно и не осознаем, мы так и живем. Мы привыкли жить в этих энергиях. И для нас кажется, что это нормально. Но на самом деле это ненормально. Мы должны себя в пространстве чувствовать легко и хорошо. Приходя домой, дом – это наша зона отдыха, это пространство, в котором мы должны наполняться позитивными энергиями. А у нас это не всегда получается. Так вот, причина в том, что там поселилось много негативной энергии. И в нашей школе, школе Никиты Бурлакова «Гипноз и слеперство» есть отдельный модуль по чистке пространства. Не только того пространства, где мы чистим свое жилое помещение, но где мы чистим свои офисы, свое рабочее место. Даже энергию бизнеса можно почистить с помощью этих техник. Так, благодарю. И можно двигаться дальше. Да, и вот энергетическое пространство. Сегодня как раз-таки мы с вами приведем такую классную технику. Она достаточно легкая. У вас у всех получится это сделать. И я настаиваю на том, чтобы вы ее прям внедрили к себе в практику, периодически ее повторяли. Чтобы она у вас была, как мы ее проводим, генеральную уборку наших жилищ раз в неделю, хотя бы на выходных, чтобы вы проводили себе терапевтическую, профилактическую чистку вашего пространства. И вот, как мы говорим, почему недостаточно просто уборки дома, помыть, скажем так, полы, вытереть пыль, пропылесосить, вроде все чистенько, а энергии-то тяжелые все равно остались. Поэтому у нас должна быть не только такая механическая, чисто физическая, чисто дома, но и, конечно, энергетическая. Она обязательно нужна. И когда вы внедрите это в свою практику, вы почувствуете, как вы себя по-другому ощущаете в вашем пространстве. И зачастую здесь тоже могут участвовать и вещи, которые у нас долго стоят годами, стоят на одном и том же месте. Мы их тоже должны либо менять, либо избавляться от тех вещей, которыми мы не пользуемся. Это тоже засорение нашего пространства. Наверное, часто вы слышали такие советы, что вещь, которую мы в течение года не одевали, лучше ее уже убрать с нашего гардероба и с нашего жилища. Пусть она куда-нибудь с нашего пространства уйдет. Как уж вы с ней распорядитесь, это ваше дело. Но все-таки наше пространство мы должны обновлять. Либо избавляться от тех ненужных вещей, которые просто занимают место, которое для нас не несет никакого функционала и радости. Но зачем она нужна? И там тоже зачастую бывает залежала негативная энергия, энергия застоя. То есть все важно в нашем пространстве. И механическая очистка нашего пространства, и энергетическая, и обновление энергии. Почему мы так любим делать ремонт дома? Ну, конечно, это энергозатратно, это и финансово затратно, но как мы себя по-новому чувствуем? Энергия действительно обновляется. И вот, грубо говоря, энергетическая очистка пространства. Считайте, что это ремонт в вашей квартире. То есть вы обновляете ее и, кроме всего прочего, ставите защиту. Сегодня мы тоже сделаем практику, в конце мы обязательно поставим защиту нашему пространству. Ну, как вы понимаете, нельзя помыть руки один раз и на всю жизнь. Да, мы часто моем руки. И таким же образом мы должны довольно часто проводить хотя бы раз в неделю энергетическую чистку нашего пространства. Да, и, друзья, вы сейчас можете задавать свои вопросы. Мы сейчас демонстрацию экрана отключим. Мы прошли сегодня тему по чисткам. Что касается чистки нашего пространства, энергетической чистки, вы можете задать вопросы сейчас на YouTube-канале или ВК. Пожалуйста, пишите, обязательно ответим. Может, у вас по ходу дела родились какие-то вопросы. Либо в чате Zoom. Ну, Вик, давай, я тебе тогда Zoom доверяю, а ты мне доверяешь чат YouTube. И будешь с тобой получитель зачитан. Спасибо, спасибо. У нас здесь так замечательно. Наши клубчане очертили свою карту, пишут города, в которых, да, это очень приятно видеть, что такую большую географию мы даже в нашем небольшом клубе покрыли, да. Вот, Наталья пишет, Беларусь, да, Александр. Самарская область, Тольятти, Краснодар. Наталья пишет, Ирина, Минск, Беларусь, Владимирская область, пишет Александра. То есть у нас достаточно большая география здесь. Вот. Вот, что хочу сказать. Да, вот Александр Луиза насчет нашей записи ответил. Я вам попозже объясню, что будет. Все нормально, никто никуда не пропал. Все записи остаются. И вы будете иметь доступ. Вот. Как узнать, пишет Альвентина, как узнать, что пространство загрязнено? Ну, смотрите. Во-первых, первый признак загрязненного пространства, вы его не можете не почувствовать. Когда вы себя чувствуете неудобно даже у себя дома. Вы не можете найти себе место. Нарушается сон. Появляется раздражительность. Даже вот такой тяжелый воздух в квартире бывает. Просто хочется открыть и проветрить. Вот это вот дискомфорт. И, может быть, что-то бьется постоянно в квартире. Происходят какие-то вот непонятные вещи. Дискомфортно и нервно ведут себя животные или дети. Потому что они тоже очень чувствительны. Это первые признаки загрязненного пространства. Но вообще лучше не доводить до этих признаков и делать это регулярно. То есть у нас есть в нашем понятии, идет еще спокон веков, определенные чистки энергетические, связанные с окуриванием, с различными благовониями, очищение солью. Когда многие используют, когда делают влажную уборку, добавляют определенные ароматические масла. Это все то, что можно сделать как бы постоянно. Делая просто уборку. Не забывать о чистке энергетики. Но есть и очень хорошие практики. Одно из них с Луизой сегодня с вами поделится. И как можно очистить именно через свое намерение. Как можно прочистить через вот такие вот медитации. Как бы почистить свое собственное пространство. Есть у тебя вопросы? Нет. По теме нашей сегодняшней встречи вопросов нет. С чеками вопросы все решили. Все замечательно. Вопросы здесь нет. Наталья тоже пишет. А если оплатить курс завтра? Наталья, вы в течение трех дней, вы можете сегодня оставить даже заявку, и эта сумма за вами сохранится. Вот, да. Ваня пишет. Так, зависла немного, Ника. Так, меня слышно? Сейчас слышно, да. Да. Ваня пишет. Чистка бизнеса. Еще немного об этом. Ну вот я буду, что Луиза ответит. Давай я возьму. Да. Чистка бизнеса, конечно, мы занимаемся. Это конкретно уже наши гипнологи и слиперы. Кто находится в школе, кто уже умеет работать с этими энергиями, они действительно могут это сделать. Но что происходит с бизнесом, да, с нашим? Допустим, вы хорошо запустились, вы открыли какое-то свое дело. Давайте бизнесом назовем все, да. Нашу деятельность, любая. То, что мы работаем где-то на себя, может быть, да, или на кого-то. Ну, у вас свое дело, допустим. Грубо назовем его бизнес. Все, все понятия возьмем в одно слово бизнес. И вот, допустим, вы запустились, но у вас есть какие-то сомнения. Вроде все идет неплохо, но сомнения иногда одолевают. Что такое сомнения? Это тоже тяжелая энергия, да. Или у вас что-то пошло не так, как вы планировали, наступает разочарование или какой-то страх, а вдруг не получится. Это тоже энергия негативная. Она садится энергетическим слоем на энергию вашего бизнеса. И вот когда мы заходим в энергию бизнеса, мы все это просто чистим. Мы это убираем и закачиваем новые чистые энергии. Мы можем переформатировать эти энергии из отрицательных в положительные. Можем вообще просто их отсечь и просто закачать новыми энергиями, энергиями изобилия и так далее. То есть мы в энергетическом пространстве работаем вообще как хотим и что хотим. Конечно, экологично, соблюдая все законы тонкого мира, чистка бизнеса делается точно так же на энергетическом уровне, как и чистка пространства, чистка нашего биополя. То есть немножко другие инструменты. Чуть-чуть просто это надо знать. Возможно, как-нибудь мы в клубе тоже сделаем такую практику. Мы возьмем это к рассмотрению. Но сегодня мы будем с вами чистить наше пространство, то, где мы живем. Действительно, если вы наблюдаете, что дома часто болеют, да, дети, люди вообще, в принципе, если часто заболевания наступают или просто дома энергия какая-то тяжелая, ругаются люди. Вот я вижу тут в чате вопрос. Какие-то запахи без видимых причин. Это все загрязнение энергии. И очень интересно, когда мы проверяем сеансы наших студентов, они даже находятся в своих домовых. Да, как они выглядят, описывают, какие они смешные, как они готовы идти на контакт, и как для них удивительно, что мы их наконец-то увидели, услышали, и можем с ними пообщаться. Они делают свои заказы, купить им не печенье. Как они любят вкусняшки. Да, и у нас настолько студенты, пытливый народ, и настолько они хотят угодить своим домовым. Все бросает после чистки, встает бегом в магазин по заказу. И все, что домовой попросил, выставляет на стол. И действительно, энергии в доме просто становятся другими. А кто такой домовой? Он же хранитель нашей энергии, позитивный и положительный. Он там живет. Он тоже за то, чтобы энергия в доме была позитивной. Но часто в чистках мы замечаем, что там такие тяжелые сущности, такой высокой герцовки, с которыми приходится прощаться. Да, мы умеем это делать в чистках. Домовые боятся их этой энергии. Они даже забиваются в какой-то уголок и сидят неподвижно, буквально в смысле парализованы. Вашим домовым тоже тяжело. И когда наши слиперы видят своего домового или домового своего, там, гипнолога, допустим, и санчистят его пространство, это удивительно, как они общаются, до каких тонкостей детали домовые передают информацию. Удивляются наши студенты, что можно так считывать информацию. Это на самом деле круто. Вот, еще есть какие-то вопросы? Да, у нас есть вопрос. Да, да. Ну вот, Альвитина пишет. Я молюсь утром и вечером за семью. Это ведь тоже чистка. Смотрите. Вообще, когда человек искренне находится в состоянии молитвы, это повышает его собственные вибрации и, соответственно, наша намоленность. Потому что если это делается вслух, если читается молитва и так далее, окружающее пространство пропитывается этой энергией и вибрацией, это всегда высокие. Потому что здесь, когда мы молимся, особенно за наших близких и любимых, это всегда такое, знаете, нематериальное ведь. Это же безусловная любовь с которой. И она всегда имеет совершенно другие цвета и совершенно другие вибрации. Поэтому, да, один из вариантов в намоленной квартире, в намоленном пространстве идёт и транслируется эти вибрации. Естественно, скажем, нехорошим энергиям там они их вытесняют. Но есть иногда бывают такие сложные случаи, когда просто молитвами нужно ещё что-то дополнительно делать. Но, опять-таки, зависит от чистоты канала, о самих молитвах и так далее. Ваня пишет. Отчистка улицы или города? Ну, а смысл, да? Мы не можем почистить весь мир. Если бы это было вообще, в принципе, возможно и целесообразно, наверное, все слиперы мира собрались бы и это сделали. Но мы не можем отвечать за энергию других людей. Не все осознанные, не все высоковибрационные. Вы можете почистить пространство какое-то, допустим, город. А сколько людей с тяжёлыми энергиями, с тяжёлыми сущностями там ходят. И это просто, ну, это бесполезный труд, скажем так. Но если вы живёте в своём частном доме и у вас есть своя огороженная территория, улица условная, вы можете почистить. У нас, кстати, тоже в лекции это есть. Мы об этом говорим, что до своего забора, пожалуйста, вы можете почистить пространство. Потом мы ставим защиту, защитную оболочку на наше пространство. И действительно очень классно потом люди себя чувствуют. Я хочу добавить к словам Луизы, но что мы можем делать всегда что-то хорошее, потому что мы не думали, что один человек в поле не воин. Мы можем всегда посылать, когда мы занимаемся энергетическими практиками, мы через себя просылаем любовь, благодарность, потоки любви на землю, на свой любимый город. И таким образом мы делаем чуть-чуть его светлее, чуть-чуть его лучше. Но вот как сказала Луиза, мы не можем отвечать за негативные эмоции, вибрации, энергии других жителей. Но мы можем сделать что-то лучше, просто поставить любовь и благодарность. Даже вот просто, когда мы говорим, что я люблю свой город, мы выходим, на самом деле мы уже это транслируем, мы уже делаем его чуть-чуть лучше. Когда мы просто идем и улыбаемся. Поэтому от нашего внутреннего состояния меняется чуть-чуть пространство вокруг нас. Иконы висят в квартире. Это хорошо? Луиза, ответишь? Да, конечно, хорошо. Все зависит от того, какие эмоции вы испытываете, глядя на свои иконы. Если для вас это что-то невероятно светлое, чистое, и вам нравится, что они у вас есть, это замечательно. Это, конечно, островок, участок вашего дома, который наполняется хорошими энергиями. Но если икона вам примелькалась, и вы особенно на нее внимания не обращаете, то она тоже становится пустой. То есть все мы наполняем своей энергией тоже. Что мы вкладываем, какой смысл в это? Но давайте будем реалистами все-таки. И молитвы, и иконы – это замечательные энергии, высоковибрационные. Но сущности, которые живут в нашем пространстве, они намного сильнее бывают. И порой недостаточно молитв и икон. Поэтому все-таки для профилактики чистку своего пространства делать необходимо. Если бы, скажем так, было все вот так просто, помолились и избавились от сущности, было бы замечательно. Но дело в том, что наше биополе, наше пространство, наше квартире, оно привыкает к этим энергиям низковибрационным. И мы с ними как бы свыкаемся, сживаемся и живем, как будто это норма. Если мы не осознаем, что у нас низкие энергии, как только приходит осознание, это уже полдела. Когда мы провели определенную энергетическую чистку, то это вообще круто. И вы, кстати, свою икону можете тоже усилить действие ее, вложив в нее какие-то новые свои энергии. Как-то по-новому попробуйте на нее посмотреть. Может быть, еще более наполненно, еще более вдохновленно. Наша вера, сила веры, она тоже имеет огромную силу и значение. То есть попробуйте как-то усилить на полной теплой энергии. Друзья, мы специально немножко тянем время, отвечаем на ваши вопросы, чтобы все желающие с чата, с YouTube и ВК могли вступить к нам в клуб. И мы сейчас будем проводить уже наше погружение на чистку нашего пространства, групповое погружение всех наших клубчан. Вика, еще есть вопросы какие-то? Нет, уже вопросов у нас нет. Я думаю, что мы можем уже потихонечку переходить на нашу закрытую встречу. Наши клубчане нас заждались. Сегодня такая интересная тема. И мы потихонечку будем прощаться с нашими зрителями на YouTube, в контактах. Ребята, ждем вас на следующую тему во вторник. Присоединяйтесь. Всем хороших выходных. Всех с праздниками. И до новых встреч. Друзья, удачи всем. До свидания. И мы сейчас можем заканчивать уже трансляцию нашу, наш прямой эфир. И переходить в наш заказ.